Добрый день, мои дорогие подписчики и случайные гости моего канала. Сегодня я готовлю вкуснейшее праздничное томлёное мясо, слоу-кокинг. То есть, это мясо будет готовиться у меня при низких температурах длительное время. Но получается это мясо такое нежное, что я вам просто не могу передать словами. Время, затраченное на приготовление этого блюда, будет не напрасно. Сегодня я буду готовить из говядины, у меня плечевая часть. Для этого блюда можно использовать абсолютно любое мясо, свинину, курицу, индейку, говядину, баранину. То есть, любое мясо, какое вы больше всего предпочитаете. Для приготовления этого блюда не обязательно использовать дорогое мясо. Можно использовать любые кусочки мякоти, так как это блюдо в любом случае получается невероятно вкусным. Мясо нарезаем произвольно. Вы можете нарезать маленькими кусочками, средними, большими или вообще оставить вот такими большими кусками. Кориандр и перец мне нужно сейчас измельчить в сутки. Для приготовления этого блюда я буду использовать топленое сливочное масло домашнего приготовления. Нам нужна чугунная кастрюля, как у меня, или чугунок. Обязательно, чтобы толстостенные или с толстым дном. В разогретую кастрюлю я выкладываю мясо. И нужно его обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Итак, обжариваем все мясо в 2-3 приема до румяной корочки. И выкладываем его в тарелку. В сковороду в это же масло я высыпаю морковь, лук и перец. И обжариваем пару минут. Через 2 минуты я высыпаю сюда обратно обжаренное мясо. Заливаю сюда стакан красного вина. Довожу до кипения и пару минут прокипячу, чтобы у нас испарились пары алкоголя. К мясу добавляю помидоры в собственном соку. Или свежие помидоры можно заменить. И добавлю немного томатного сока. Жидкости нужно столько, чтобы мясо практически было покрыто. Теперь можно посолить. Добавляю лавровый лист и паприку. Мясо я довела до кипения. Добавляю сюда специи кориандр и черный перец. Если вы любите очень острое блюдо, вы можете добавить сюда немного красного острого перца по вкусу. Снижаем температуру до такого состояния. Но в некоторых местах выходят редкие такие пузыри. И они сейчас уже прекратятся. Когда полностью нормализуется весь температурный режим в кастрюле. Сейчас я плотно закрываю крышкой и оставляю на 3,5-4 часа. Также, если у вас чугунная кастрюля или казанок-чугунок, вы можете поставить в духовку. На температуру где-то 140-150 градусов Цельсия. Также на 3,5-4 часа. Это мясо можно томить и больше времени. 5-6 часов до 8 часов допускается томление мяса. С каждым продолжительным часом мясо становится еще нежнее. Перемешивать мясо нам абсолютно не нужно. Забываем о кастрюле минимум на 3,5-4 часа. Где-то через полчаса можно удалить из кастрюли лавровый лист. Встретимся с вами позже. Мясо готово. Вот так оно выглядит. Очень вкусный, насыщенный соус. Если вы хотите загустить соус, чтобы он был более густым, можно добавить немного чайную ложечку картофельного крахмала или муки. Но мне кажется, соус получается достаточно густой, чтобы его использовать, чтобы полить гарнир. Без помощи ножа мясо у нас хорошо разделяется. Очень вкусное блюдо получилось. Можно подать любой гарнир по своему желанию. Очень вкусно будет с картофельным пюре. Это блюдо можно приготовить и к праздничному столу, и приготовить в любой выходной день для всей семьи. Готовьте с удовольствием и до новых вкусных рецептов с вами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!